Мы снимали эти кадры в Кремле во время подготовки к прямому телевизионному диалогу через океан. Этот диалог особенно необходим сегодня, когда человечество оказалось перед драматическим выбором. Либо новое мышление, понимание, что выжить мы можем только вместе, либо ядерный апокалипсис, самоубийство человечества. В Москве, в Кремле, собрались депутаты Верховного Совета. В Вашингтонском Капитолии представители Конгресса США. Приветствую вас вновь. Сейчас утро в Советском Союзе и вечер в Соединенных Штатах Америки. Нас смотрят, может быть, 100 миллионов зрителей в Советском Союзе, огромное число американцев. Я хочу сказать, что мы живем в особо важный момент отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Очень важно понимать друг друга. Люди зададут вопрос, можем ли мы доверять советскому правительству. И, естественно, задать вопрос, можно ли доверять американскому правительству. Мы должны понимать друг друга. Должны. Но отчего так трудно рождается сегодня советско-американский диалог? Отчего так велико еще взаимное недоверие? По данным американского института Геллопа, авторитетного центра по изучению общественного мнения, каждый второй американец считает нашу страну источником военной угрозы. Каждый третий видит в советском человеке врага. Как могло случиться такое в стране, которая была нашим боевым союзником в войне с фашизмом? Попробуем разобраться. Наш фильм о том, как внедряются в сознание целой нации пропагандистские стереотипы. О том, как создается образ врага. Американский фильм «Рокки-4» – рекордсмен кассовых сборов. Что же несет он миллионам зрителей? «Рокки-4» – рекордсмен кассовых сборов. Вот он, обобщенный образ русского. Жестокий, звероподобный соперник. Брак. Я разобью тебя. Загрел! Загрел! Обычная американская школа. Говорят, что американская молодежь гораздо меньше знает о нас, чем наша об Америке. Возможно. Хотя главное не в том, что знают меньше, а в том, что знание это, как правило, ложно, почерпнуто из отравленных источников. У меня негативное впечатление о русских складывается из передач новостей по телевидению. В новостях никогда не показывают чего-то теплого, человечного, относящегося к вам. В новостях показывают только плохие вещи. Только происходящее в правительстве, причем с негативной стороны. Нам говорят, что ваше правительство все засекречивает, скрывает от народа. А новости передают тогда, когда что-то всплывает. Нас заставляют думать плохо. Мне так кажется. Обычно в фильмах, типа Рокки, русский огромный детина, а американец маленький, создается впечатление, что русский подавляюще огромный. Это неправда. Но негативное впечатление остается. Посмотрим еще один эпизод из кинобоевика «Пророки». Глядя на эту буйню, вряд ли кто-нибудь вспомнит возвышенное слово Кубертена, основоположника современных Олимпийских игр, посол мира. Это не спутник. За работой кровавый маньяк, профессиональный убийца. Таким предстает на экране русский. Продолжение следует... Я не убийца, я настоящий чемпион мира. Вокруг русских, советских, так много накручено плохого телевидением и другими, что становится действительно грустно. В большинстве фильмов, которые мы смотрим здесь, русских нам показывают злобными, они захватывают пленных, похищают людей, убивают их. КГБ врывается в дома к людям, убивает их. В большинстве фильмов русских показывают так. И потому так много людей думает, что русские так плохи. Это тоже обычная американская школа, обычный урок. Но посмотрите, что сейчас произойдет. Это кино про нас. Красный рассвет. Это мы с вами выбросили десант, чтобы осуществить заветную мечту советов завоевать Америку. Конечно, исторической правде больше бы отвечал фильм про другой десант. Тот, который американские оккупанты высадили в 18-м году в Мурманске и Владивостоке. Не в съемочном павильоне, в жизни. Но об этом в Америке фильмов не снимают. И в школьных учебниках не пишут. Пишут и снимают про другое. Про то, как агрессивны русские, стремящиеся к мировому господству. Фильмы, фрагменты которых мы показываем, создавали разные режиссеры. Но заказчик у них один. Силы, делающие бизнес на антисоветизме. Очередную оккупацию Советами Соединенных Штатов недавно осуществил съемочный коллектив телесериала «Америка». Эти дорогостоящие съемки субсидировал концерн «Крейслер», крупнейший поставщик программы «Звездных войн». Если отвлечься от титров, от речи, звучащей с экрана, можно подумать, что перед нами документальные кадры, запечатлевшие зверства фашистов на советской земле. Есть ли предел кощунству так изображать советских людей народ, отдавший 20 миллионов жизней, чтобы спасти мир от фашизма? Приготовьтесь! Прицелайте! Хочется прервать кенопоказ, воскликнуть, что вы делаете? Для чего нужна эта чудовищная ложь? Слово академику Георгию Аркадьевичу Арбатову, директору Института США и Канады. Я бы сказал, что наличие врага после Второй мировой войны стало абсолютно необходимым компонентом и американской внешней политики, и даже многих внутриполитических установлений. Я бы сказал, что американцам для их политики, которую они проводят, и даже для их внутреннего самочувствия, наличие врага такого нужно так же, как, вы знаете, проповеднику фанатическому нужна нечистая сила. Потому что без этого все-все лопнет, люди не будут бояться, не будут давать денег. Все, ну даже самоощущение. Ты лучше ощущаешь себя, понимаете, империей добра, только если где-то за рубежом есть империя зла. Если врага нет, его надо выдумать. Вот один из персонажей этой империи зла. Красный комиссар, проводящий инструктаж на тему, как уничтожить ненавистную Америку. В войну вы поблагаете только, если брает врагов. И знаете, что мы бьемся? Мы бьемся за солдатами. Эта ломаная русская речь может вызвать в нас лишь горькую улыбку. Но для американских зрителей мешанина незнакомых слов лишь зловещий звуковой фон. А в титрах четкое изложение коварной тактики русских. Теперь с этого момента не будет больше расписаний против гражданских населения. Это была смешность. Это была слабость. Товарищи, если лиса украла вашей курицей, или вы убьете вашу свинью, потому что она видела лису, нет? Вам надо гонить лису. Найди, где она живет, и уничтожь зверя. Из фильма в фильм американцам навязывают мысль о черных замыслах Советов. Пылает Капитолий, который в сознании каждого американца также связан с понятием Америка, как для нас московский Кремль, с понятием Родина. Американские конгрессмены, цвет нации, ее политическая элита расстреляны оккупантами прямо в зале заседаний. Много крови, много трупов, еще больше политического цинизма. Так создается кинопособие для воспитания ненависти. Комментарий политического обозревателя газеты «Известия» Мелора Стурова. Я, когда смотрю подобные фильмы, всегда вспоминаю стратегическую оборонную инициативу, так называемую программу «Звездных войн». И не только потому, что «Звездные войны», как кино, дали название этой политической и военно-стратегической доктрине, хотя это тоже очень показательно, вот эта связь Голливуда с Пентагоном, но еще и потому, что я вижу вот в таких фильмах своеобразную идеологическую, стратегическую и оборонную инициативу. Дело в том, что создатели таких фильмов вольно или невольно, или, если уж говорить об инспираторах этих фильмов, которые уже это делают вольно, точнее, совершенно целенаправленно, они-то как раз знают, к чему может привести такое кино, такое телевидение, ибо они отлично понимают силу искусства. Такие фильмы, которые проповедуют человеконенавистничество, они, конечно, служат силам зла. Здесь не может быть двух мнений, не может быть разговор о коммерческом, так сказать, эффекте, не может идти речи о том, что, видите ли, это настолько неправдоподобно, что никто этому не поверит и так далее. Все это, конечно, отговорки. Отговорки наших американских коллег, которые в глубине души чувствуют свою вину и перед нами, и перед своим народом, и перед человечеством. Может быть, и чувствуют, но умело это скрывают. Как с конвейера выходит из съемочных павильонов продукция, воспроизводящая мир, словно в королевстве кривых зеркал. Это мир антигуманизма, антидобра, антигероев. Типичное порождение этого мира неустрашимый борец с коммунизмом Рэмбо. В этом эпизоде Супермен, ставший для многих американцев воплощением национального идеала, попал в плен к русским. Ты, оказывается, сильный. Очень сильный. Но вы не имеете в виду. Порфуа. Позвольте национального радио. Попробуйте представить, что должен ощущать В этот момент не слишком искушенный в политике американец Который сидит в наэлектризованном зрительном зале Впившись в экран Гнев Желание немедленно поспешить на помощь любимцу И, конечно, ненависть к русским палачам А ну-ка, выколи ему глаз Но тревожиться о судьбе Рэмбо нет причин Он и на этот раз выйдет победителем В борьбе со злом, которое в данном случае воплощают в себе советские майоры С истинно русскими именами Хортников и Счубин Вот какие мы, русские, на американском экране Тем, кто тоскует по временам холодной войны Очень хочется, чтобы простые американцы представляли нас именно такими В Соединенных Штатах мне не раз доводилось встречаться С теми, что сознание бомбардирует вот эти образы врага Рассказывает политический обозреватель агентства печати новостей Владимир Симонов Я помню, как-то на улице Нью-Йорка я разговорился с американским студентом Спросил его, как он относится к Советскому Союзу, к нам, советским людям И я помню, как он пристально на меня посмотрел и сказал Вы знаете, я вас ненавижу Вот чтобы внушить американцу эту степень рефлекторной, почти автоматической ненависти К нашей стране, к нашим идеалам, к нашему образу жизни В Соединенных Штатах расходуется, по-моему, в год Миллионы и миллионы километров цветной пленки Тонны типографской бумаги Это бизнес антисоветизма И одна из наиболее зловещих черт антисоветизма, на мой взгляд Это то, что он очень похож на гонку вооружений То есть он служит гонке вооружений Но он напоминает ее тем, что он вовлекает в свою орбиту обязательно и другую сторону Создание образа врага всегда заставляет другую страну расценивать эти действия Как угрозу, на которую нужно обязательно найти ответ И мы вынуждены отвечаем Наши средства массовой информации, советские журналы и газеты Они грешат, во всяком случае, до последнего времени грешили Несбалансированным, преимущественно негативным показом американской действительности Это как бы схватка, битва пропагандистских враждебных стереотипов Кто кого перестереотипирует И результаты этого, во всяком случае, в Соединенных Штатах Могут быть очень плачевными Вот в этой книжке, чем дышит Америка Я рассказываю трагическую историю американского безработного из города Сиэтл Имя этого человека Дэвид Райс, ему 27 лет Он насмотрелся вот этих образов Он отчитался антисоветских, антикоммунистических брошюрок И в одну прекрасную рождественскую ночь Он физически уничтожил семью из четырех безвинных людей И прокурор сказал на суде Вы знаете, произошла ошибка Подсудимый просто вообразил, что эти люди Руководители американской компартии Связанной с Советским Союзом В атмосфере антикоммунистической истерии Подчас трудно различить грань между действительностью И тем, как она преломляется в воспаленном воображении некоторых американцев Эти кадры документальны Так выглядит военная игра для подростков Она называется «Выживание» От кого вы собираетесь защищать Америку, спрашивает репортер Ответ следует незамедлительно Конечно, от коммунизма Так они играют Играют в охоту на людей На коммунистов По жестким правилам До последнего солдата А это фильм художественный С позволения сказать Все тот же красный рассвет И тот же противник красный Ах! 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 Боже, помоги! Юрий! Ах! 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 Боже! Боже, помоги! Кино Кино, призванное отражать жизнь Способное ее отравить Такое кино Экологически опасно На экране смоделирована заведомо немыслимая ситуация Американские подростки Вступили в бой с захватчиками Одетыми в форму Которая неразрывно связана для них с образом врага Советскую На помощь! На помощь! А врага надо убивать Даже если в первый раз Это трудно сделать И снова забываешь, где кончается дурная фантазия кинематографистов, а где начинается жизнь в этом безумном, очень американском мире. В зале, где проходили концерты всемирно прославленного ансамбля Игоря Моисеева, взорвали бомбу со слезоточивым газом. Среди зрителей были пострадавшие. Этот бомбометатель целил не только в искусство. Прежде всего он целил в наше доверие друг к другу. В наши так трудно налаживающиеся контакты. В руках у этих людей не бомба, всего лишь плакаты. Но они тоже хотят взорвать мосты между нашими странами. Здесь, у телестудии, они собрались, чтобы выразить протест против телемостов с нашей страной. Но все-таки телемост состоялся. Телемост связал две столицы, Москву и Вашингтон. На экранах Америки, тех самых, где пылал красный рассвет и сражался с красной угрозой неустрашимый Рэмбо, выступали самые настоящие красные, советские парламентарии. Они вели диалог с Америкой о самом важном. Как выжить в мире, где накоплено столько смертоносного оружия? Как разгрести завалы недоверия и подозрительности, образовавшиеся между нами? Ведущий телемоста, политический обозреватель советского телевидения Леонид Золотаревский. Главная задача выполнена. Главная задача, с моей точки зрения, была такая. Способствовать разрушению того образа врага, который на протяжении десятилетий создавался американскими средствами массовой информации в том, что касается советского человека, советского государства, советской политики, советской общественной и экономической системы. Судя по отдельным отзывам и американцам, с которыми мне приходилось говорить, и американской прессы, можно считать, что во всяком случае какие-то стереотипы поколеблены. Если это так, ну слава богу, потому что если не разбить стереотипы, нельзя достичь сотрудничества. Все-таки сотрудничество достигается на основе реального анализа, реального представления друг о друге. Русские в глазах американцев, равно как и американцы в наших глазах, должны быть такими, какие они есть на самом деле. Не враги, партнеры в общей заботе о будущем нашей планеты. Когда-то президент Линкольн сказал, можно обманывать всех людей какое-то время. Можно обманывать часть людей все время. Но нельзя обманывать всех людей все время. Человечеству сегодня больше всего нужна правда. Продолжение следует... Перед вами главные действующие лица американских кинобоевиков о Советском Союзе. Наш первый фильм рассказал, как образ советского врага создается в США средствами кино и телевидения. Разумеется, антисоветские фильмы типа «Рэмбо» или «Красный рассвет» не являются для американцев единственным источником информации о Советском Союзе. В Москве аккредитовано более 50 журналистов из США. В этом фильме мы познакомим вас с корреспондентами ведущих американских телевизионных компаний. Именно их сообщения с оценками происходящих в СССР событий в первую очередь воздействуют на общественное мнение в Соединенных Штатах. Продолжение следует... Что думают американские журналисты о феномене «Образ советского врага», который, и это не секрет, в течение десятилетий культивировался в США? Отвечает на этот вопрос глава бюро телекомпании NBC в Москве Сэнди Гилмор. Нет сомнений в том, что телевидение и кино являются очень мощным средством воздействия на людей. И поэтому в США мы, журналисты, часто говорим, что наши репортажи и сообщения в прошлом оказывали воздействие на формирование образа врага. А если мы хотим развеять этот образ, нам потребуется лучшее взаимопонимание. Американская журналистка Джин Энерсон из телекомпании «Кинг-5». В течение нескольких дней ее репортажи из Москвы на американскую аудиторию видели и советские телезрители. На мой взгляд, стереотипные обвинения, которые мы швыряем друг к другу через океан, возникают, потому что мы мало общаемся. Надеюсь, что в наших совместных программах мы не будем делать упор на сенсации, а сможем отразить главное, что характерно для Советского Союза. Образ СССР, бытовавший в США последние 30 лет, меняется. Необходимо время. Думаю, что шаги обеих сторон в нужном направлении окажутся эффективными. Эти кадры сняты во время визита Михаила Сергеевича Горбачева в Вашингтон. Возможно, с точки зрения дипломатов, встреча советского руководителя на Коннектикут на меню не была самой важной. Однако она получила в США огромный резонанс. Все хотели пожать ему руку, он разговаривал с нами. Агенты секретной службы были явно недовольны и все требовали. Вымите руки из карманов, выньте руки из карманов. Я попыталась перейти улицу, чтобы посмотреть. И тут мне сказали, что если хочешь перейти и попасть под дулы пистолета, то тогда пожалуйста. Я сказала, нет, 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 я посмотрю на него с этой стороны. Это просто замечательно, он хочет мира. Это было чудесно, он великолепно выглядел. Это было особенным событием. Я очень удивлена и обрадована. Он просто гениален в общении. Он сказал через переводчика, что русские люди требуют от него, чтобы с американцами было достигнуто большее взаимопонимание. Наверное, в Советском Союзе доверяют американцам, поэтому ему разрешили выйти из машины и поговорить с нами. Я теперь изменю свое мнение о Советском Союзе. Времена меняются. Согласно опросам общественного мнения, проведенному Лос-Анджелес Таймс, три года назад 60% американцев считали Советский Союз империей зла. После встречи на высшем уровне в Вашингтоне, почти 70% опрошенных заявили, что не верят в такую характеристику Советского Союза. Десятки миллионов американцев видели и слышали выступления советского руководителя в Вашингтоне. Из первых рук получали информацию о нашей стране. И это помогло развеять многие превратные представления американцев. Как писал Вашингтон-Пост, два самых больших кошмара американцев, ядерная война и русские, несколько уменьшились или смягчились в результате этой встречи. Отношения между нашими двумя странами меняются. Говорит шеф бюро американской телекомпании CBS в Москве Барри Питерсон. Было время, когда они отличались большой напряженностью. Думаю, что тот образ СССР, который журналисты США создавали для американцев, складывался из солдат, бюрократии, страха. Сейчас, когда отношения между двумя странами потеплели, и когда в Советском Союзе проводится политика гласности, наши журналисты стремятся в своих репортажах показывать простых советских людей, чего они не могли делать раньше. Думаю, благодаря этому образ Советского Союза становится теплее, дружелюбнее в глазах американских зрителей. Что сейчас показывают о Советском Союзе на экранах американского кино и телевидения? По-прежнему доминирует образ агрессивного, безжалостного и, в общем-то, недалекого нашего с вами соотечественника, который в конечном итоге терпит... Говорит корреспондент гостелерадио в Нью-Йорке Владимир Звякин. ...с американцем. В ближайшее время на экраны американских кинотеатров выходит очередной боевик из серии о похождениях пресловутого Рэмбо. На этот раз на стороне афганских душманов. Примечательно, что фильм снимался на территории Израиля. Аналогичные фильмы, такие как «Белые ночи» и другие, постоянно включают свои телепрограммы и другие общенациональные каналы американского телевидения. В общем, по-прежнему американцам навязывают стереотип того русского, который на деле не существует. Но кому-то, очевидно, очень выгодно, чтобы именно такой стереотип запечатлелся на многие годы в сознании миллионов американцев. Кадры из американского кинофильма «Белые ночи». Парадоксальная ситуация. В США все больше говорят о необходимости объективной информации об СССР, а на экранах поток антисоветской истерии. «Мы не контролируем, и правительство не контролирует этого». Утверждает директор информационного агентства США Чарльз Уик. «Это не означает, что американцы настроены против Советского Союза. «Рэмбо-3» лишь продолжение «Рэмбо-1» и «Рэмбо-2». Фильм создан на стереотипах врага. Но когда американцы поймут, что представляют собой русские, они не будут верить этому. Во время Второй мировой войны вся наша кинопромышленность исходила из того, что американцы сочувствуют вам в ваших испытаниях под Сталинградом и других местах. Мы выпустили много прорусских фильмов, в том числе «Песню о России», потому что считали вас друзьями. «А сейчас именно образ врага, согласно логике старого мышления, придал «Рэмбо» подобие достоверности. Кадры из американского фильма «Огненный лис». «Огонь! Огонь! Огонь! Опять!» Кадры из американского фильма «Америка». Итак, подобные фильмы – продукт старого мышления, и это подтвердил сам Чарльз Уик. Так следует ли уже сейчас отказаться от образа советского врага или нет? «Ага!» «Ага!» «А?» «А-а-а!» «Нет!» «Нет!» «Я думаю, что взаимная подавительность очень сильна». «В мире есть ракеты, и у тех парней, и у этих. И хотя они жмут друг другу руки, они располагают еще огромным количеством ракет. При всем нынешнем дружелюбии американцев к Советскому Союзу и при всей открытости Советского Союза сохраняется ощущение, что все это в любую минуту может измениться. Итак, некоторые американские репортеры в Москве считают, что отказываться от образа врага им еще рано. Да и позитивные процессы в международных отношениях, по их мнению, могут быть обращены вспять в любой момент. Может быть, именно поэтому на телеэкранах США по-прежнему в основном идут вот такие сюжеты о Советском Союзе. Одна из неизменных тем иностранных журналистов – диссиденты. На следующий день эту импровизированную пресс-конференцию увидят миллионы американцев. По многочисленным каналам она пошла как новость номер один из Москвы. Посмотрите, сколько здесь представителей телевидения, радио, прессы. Кстати, американских репортеров здесь гораздо больше, чем диссидентов. Еще одна глобальная проблема, которую американцы почему-то демонстрируют на примерах из других стран. Справедливости ради отметим, что этот инцидент не был преподнесен американским зрителям, как пример врожденной агрессивности. Следующий материал о торговле наркотиками. Да, это документальные кадры. Они касаются наших животрепещущих проблем. Иногда полезно взглянуть на себя со стороны глазами иностранных. Дело не в том, что в Советском Союзе наркотики один из неприятных секретов, о котором власти не желают разговаривать. Удивительно, что они пустили нас в помещение, где ведутся допросы, зная, что мы покажем это американской аудитории. Обратите внимание, что когда речь идет о Советском Союзе, даже такие репортажи приобретают политический характер. Репортер продолжает. Случаи воровства всегда были тщательно охраняемы секретом в СССР. Это нечто такое, о чем правительство не желало разговаривать. Снова о секретности в СССР. Хотя репортеру разрешили снимать все, что он пожелает. Телегруппа CBS готовит новый материал. Послушайте, что говорит Барри Питерсон о месте негативных явлений в американских репортажах из Москвы. Есть проблемы, в отношении которых и Соединенные Штаты, и Советский Союз проявляют повышенную чувствительность. Я имею в виду показ теневых сторон жизни в той и другой стране. То, что мы называем плохими историями. А ведь рассказывать плохие истории неотъемлемая часть журналистской работы. Дают ли объективную картину жизни страны репортажи, густо замешанные на плохих историях? Какое представление о нашей стране получает по материалам репортеров США? Представление в общем и в целом остается отрицательным. Журналисты находятся в шорох. Они привыкли писать определенным образом. Они привыкли подавать нашу страну определенным образом. Говорит политический обозреватель Гостелерадио СССР Владимир Познер. Так вот, им выйти из этого состояния, нам выйти из этого состояния крайне трудно. Менять представление друг о друге помогает, безусловно, личный контакт. И вот тут надо сказать, что народная дипломатия, вот это совершенно новый феномен, который начался где-то в самом конце 70-х годов, когда контактов просто не было, когда казалось, что все летит в тартарары, и поэтому какие-то люди, все-таки американцы, в первую голову, ну, вырвались из своей среды и пошли нам навстречу в попытках просто установить человеческий контакт, а потом это получилось удивительно и совершенно получило развитие, вот этот контакт, он может менять представление. Потому что эти люди не в шторах, это люди, которые вырвались за пределы того, куда их сажали. Поэтому я считаю, что народной дипломатии предстоит, может быть, выполнить самую грандиозную задачу, а именно ломку, настоящую ломку о стереотипных, негативных представлениях. Эти американцы, приехавшие в нашу страну, как бы снова открывают Советский Союз. Открывают для себя. Стереотипы не сразу исчезают из сознания людей. Я не боюсь встреч с простыми советскими людьми. Я немного опасаюсь, позволят ли нам бюрократы и КГБ свободно ходить по дорогам, устраивать лагеря и так далее. Но, может быть, и они нас боятся? Ведь мы живем не по законам большинства и в нашем обществе. Вот за такие предубеждения соотечественников вина, пожалуй, ложится и на американских журналистов. Марш мира по советской земле. Встречи с людьми, у которых обычные человеческие проблемы. Те же заботы, радости, тревоги. Всего несколько лет назад подобные советско-американские контакты казались немыслимыми. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, гласит русская пословица. И американцы убеждаются в ее справедливости. Чувства переполняют меня. Мне стыдно за свою страну. Здесь я чувствую, что вся страна и каждый человек в отдельности служат делу мира. Кто мне не верит, пусть приедет сюда. Многие люди, например, мои друзья в США, удивлялись, когда я рассказывал им, что могу взять интервью у любого советского человека. Они всегда останавливаются и охотно высказывают нам свое мнение. В большинстве случаев это честное мнение, иногда даже критикующее политику правительства. Я думаю, что когда мы показываем, что думают люди, простые люди, это улучшает, безусловно, наше взаимопонимание. Короткие интервью к корреспондентам NBC. Я считаю, что должны две великие державы договориться, чтобы был мир. Чтобы дети наши были счастливы. И дети наших детей. Самое главное это мир и главное, чтобы наши народы дружили. Это, я думаю, самое главное для американских и для советских людей. Да и вообще для всего мира. Я думаю, каждый человек думает так же, как и я. Видео из России. Люди говорят. Я 72. Какой стране мы имеем? Любимый. Я люблю свою родину. Я люблю свою родину. Для нее я дам всю свою жизнь. Где я живу, мы имеем хорошие хранили. Есть все виды в лесу. Ничего не имеем. Все так хорошо. Мы просто хотим жить. Мы хотим, чтобы быть счастье и счастье между всех странами на Земле. Все. Никто не забыт и ничто не забыто. Что это значит? What does it mean to you? The war that was... Just a second. Wait. What does it mean? The war, you know. So many people were killed. It means we won't forget. That's what's written. Возможно, для некоторых американцев слова этих женщин явились откровением. Как не похожи они на людей, с которыми в США ассоциируется образ врага. I live in this building. I live in this building. Where are you from? America. Would you like to say something to our people? Peace. That's all. That there be peace and friendship. like that, Lee and his friends. I was a participant in the war. I know what war is. If my words would reach your people, then I'd be happy. That they understand me. All mothers will understand. Please, I really ask you make peace with us. We tend to think in stereotypes and we tend to hear news and terms of big political issues and big non-concerned issues. We tend to think in stereotypes, are people with their family shoes. I see a grandmother on the street with a little girl holding her hands. I see a grandmother on the street with a little girl holding her hand. We have a big a big people that we have great joy to have our friends, our kind of friends, people waiting for a boy. I'm seeing my wife. I'm watching my parents who keep their hands in the street. I see a beautiful little girl who are getting their hands against my parents. of our projects. We look at the average that we are people who have family. They tend to think более важными, чем образы политических лидеров. Это те образы, которые, я надеюсь, мы сможем донести друг до друга. Первое. Гластность сама по себе является темой. И поэтому мы стараемся увидеть, что происходит в прессе, на советском телевидении в плане открытости. Второе. То, что открывает новая политика для нас, иностранцев, давая нам больший доступ с тем, чтобы мы могли более полно сообщать о происходящих событиях здесь, в Советском Союзе. В нашу страну все чаще приезжают ведущие журналисты из США для подготовки прямых репортажей. Я Дэн Раттер. Это Красная площадь. Сердце Москвы. Сегодня вечером мы, 9 репортеров, хотим поделиться с вами своими впечатлениями о Советском Союзе. Времена здесь, кажется, меняются. Новые слова не сходят со уст людей. Гластность. Гластность. Перестройка. Сегодня вы увидите людей и места, которые никогда ранее не показывались на экранах американских телевизоров. Впервые западные журналисты находятся с камерами на борту советского военного корабля. Большинство американцев не думали, что в Советском Союзе есть проблема наркотиков. Это общество, в котором мужьям не разрешают появляться в раздельном доме. Новые проявления гласности Советы разрешили нам присутствовать в природах. Мы слышали много добрых слов от американских журналистов о перестройке. Правда, пока они несколько сдержанно относятся к перспективе перестройки в собственных рядах. Было бы все же неплохо, если бы новые веяния в мире больше сказались и на работе журналистов, в том числе американских. КОНЕЦ КОНЕЦ